Здравствуйте, меня зовут Марцис Юрьевич. Я прошу вас в письменном виде ко мне обращаться в виде МЮ. Не надо писать полностью, это много букв, но в письменном виде МЮ. Гасунц – это моя фамилия. Я кандидат филологических наук. В 2014 году в Институте языкознания я защитил работу по глагольным корням в санскрите. У меня исключительно академический подход, в котором не содержится никакой эзотерики. Но если вы поймёте всю глубину всей академичности, то вы увидите, что там больше эзотерики, чем в самой эзотерике. В 8 лет своей жизни я отдал глагольным корням в санскрите. Я издаю книги по санскриту. Ну, буквально позавчера я получил 13-ю книгу. 13-я книга – это как раз книга, которая нам будет нужна в начале нашего пути. Это книга МНО. И её мы будем использовать помимо учебника Веры Александровны Кочергиной и помимо новой книги для чтения Лихушиной. Вот это будут наши первые три книги, с которых мы начнём. До того, как окончить аспирантуру, я учался в литературном институте в Москве. По первому профилю я литработник. По второму я компаративист. То есть сравнительно историческое языкознание – это моя специализация. Я жил в разных городах. Лет шесть жил в Новосибирске, пять лет в Москве. И теперь уже, наверное, семь лет живу в Краснодаре. Изначально я обучался у Натальи Павловны Лихушиной. Это было в 2002 году. Я обучался... Два года я обучался. И за эти два года я прошёл учебник Веры Александровны и руководство Бюллера. Руководство Бюллера – это то, что мы обычно проходим на второй год. Это вот такая тоненькая книга. Если видно, какая толстая кочергина, и какой худой Бюллер, это даст вам представление. Я обучался по два раза в неделю. Соответственно, интенсивнее. То есть я обучался достаточно интенсивно. Наши занятия раз в неделю – это такой темп, что меньше нельзя, потому что всё развалится. Чаще вы просто не будете успевать, если вы ещё будете продолжать чем-то заниматься помимо санскрита. Два раза в неделю предполагало бы, что вы делаете домашнее задание не меньше трёх часов в день. Поэтому у нас с вами средний темп. Да, то есть я сперва обучался у Натальи Павловны Лихушиной, которая ученица Веры Александровны Кочергиной. А Вера Александровна всю свою жизнь преподавала санскрит в Московском государственном университете. То есть это одна линия изучения санскрита. Вера Александровна – это самое известное имя в русском преподавании санскрита. Вот, помимо учебника, с которым вы скоро познакомитесь, у нас есть словарь, который, я надеюсь, в этом году я переиздам. Вот, у нас есть словарь 87-го года. Вот, я его условно называю большим, в нём 29 тысяч слов. Вот, это самый большой санскритско-русский словарь на сегодня. Значит, помимо Натальи Павловны, я занимался санскритом у своего научного руководителя Андрея Анатольевича Залезняка. Вообще его знают как русиста, но для меня он санскритолог. Вот, поэтому я обучался у Натальи Павловны Лихушиной и Андрея Анатольевича Залезняка. И подход, которым то, как я преподаю, это, ну, в некотором роде смесь, смесь того, что я видел, того, как обучали меня самого. В основе моего подхода, подход европейский. То есть есть две принципиально разные вещи. Изучаете вы санскрит в Индии или изучаете в Европе? В Европе санскрит преподают последние 200 лет, начиная с 1818 года. Вот, и я преподаю, следуя этому подходу. Этот подход основывается на том, как преподавали античные языки в Европе. То есть санскрит разбит по темам наподобие того, как разбиты грамматики языков древнегреческого и латыни. Подход индийский во всей своей красоте, то есть в разливе панини, это подход, не разбитый по темам. Это 4000 правил, которые вы должны запомнить в той очередности, в которой они даны. На самом деле чуть меньше. 3996. Все 4, поэтому не обязательно запоминать. Поэтому в Индии на изучение санскрита отводится 12 лет. Так как некоторым из вас уже не 8 лет и даже не 10, то мы, соответственно, начинаем иначе. И мы ужимаем санскрит в объем университетского курса. Учебник Веры Александровны мы ужимаем в рамках... То есть, как бы в университете его прошли бы за год, то есть за два семестра, а мы проходим его за три семестра, то есть за полтора года. То есть, мы идем чуть медленнее, чем в университете, потому что мы берем дополнительные материалы помимо учебника. Не брать мы их не можем, потому что некоторые вопросы даны недостаточно четко в учебнике. То есть, учебник не безупречен, и он вообще-то рассчитан для филологов. То есть, для чего вам нужен я? Если бы вы могли бы самостоятельно пользоваться учебником, во мне не было бы никакой необходимости. Но сам учебник изначально был рассчитан для филологов. Кто-нибудь среди вас филолог? Есть ли кто-нибудь, у кого есть филологический бэкграунд? Нет, нет. Нету, да? Хорошо. Бэкграунда нет. Хорошо. То есть, получается, что здесь предполагается наличие определенной терминологии и определенных навыков, которых у вас нет. Не сказать, чтобы это семь пядей во лбу, но если у вас их нет, то, пожалуй, вы будете расстраиваться от того, что вы будете видеть в учебнике. Я здесь от того, чтобы вы расстроились быстрее. То есть, не расстроиться не получится, но ваше расстроение должно быть качественным. Значит, полтора года мы проходим учебник Веры Александровны. После полтора года вы не сможете разговаривать на санскрите. Этот учебник, если вы прочтете предисловие, а я надеюсь, что вы к следующему разу все прочтете предисловие, он рассчитан на пассивное овладение санскритом. Что это означает? Что с помощью словаря вы сможете переводить, например, в Бхагавадгиту, то есть Махабхарату. С помощью словаря. Ну, а словари, соответственно, у нас бывают и бумажные, и электронные. Но пока вы не научитесь использовать бумажные, нельзя открывать электронные. То есть, успех вашего изучения санскрита связан с тем, как быстро вы научитесь использовать бумажные. То есть, прогресс вас не касается. И 21 век санскритологии еще не наступал. Мы будем изучать санскрит, как его изучали деды, прадеды, и, в общем, 200 лет тому назад. Я, конечно, буду вам показывать, на что способен компьютер, но это будут разные побочные явления. Переводить веды мы сможем, или это другой санскритолог? Значит, отвечаю. Через полтора года не сможете. Но пройдя ряд дополнительных занятий, сможете. Это еще полтора года? Нет, это не полтора года. Это, ну, если все хорошо, порядка 10 занятий. На самом деле, сегодня в 18.10 будет лекция по ведийскому языку. И если у вас есть возможность, я вам советую на эту лекцию попасть. Это бесплатные лекции, которые проходят высшие школы экономики. Если вы хотите... Это не онлайн. Это онлайн. А иначе бы я вам не предлагал. Ясно. Вы нам ссылку бросите. Если вы спросите после занятий, то я ссылку сброшу. Еще один момент. Во время занятий обычно бесполезно меня о чем-либо спрашивать, потому что какие-либо файлы я могу выдать после. Если я не выдаю после одной просьбы, то обычно на третий раз срабатывает. Поэтому упорствуйте. Если я не ответил, это не знак пренебрежения к вам лично. Возможно, это означает, что в этот момент у меня всего 20 минут, чтобы сдать книгу в печать. И я вынужден вам не отвечать. Но после третьего раза я сжалюсь и в 2 часа ночи вам отвечу. То есть веды с одной точки зрения это совершенно другой язык. И поэтому Татьяна Яковлевна Елизаренкова, переводчик Ригведы и Атхарваведы, написала грамматику ведийского языка. Не грамматику ведийского санскрита, а грамматику ведийского языка в 1982 году. Ведийский язык отличается от санскрита по разным срезам и географически, и хронологически. То есть санскрит, он идет после ведийского языка. И они привязаны к разным ареалам. Ведийский язык это территория современного Афганистана и Пакистана. И кусочек современной Индии. А санскрит в том виде, как мы его знаем, это скорее Дели и Махараштра. То есть это они разным параметром. они возникают в разное время и в разных местах. То есть география наименований рек, которые мы видим в Ригведе, принципиально отличается от того, что мы видим в дальнейшем в классической и эпической санскритской литературе. То есть если вы выучили санскритскую грамматику, то выучив ведийские отклонения, вы сможете переводить гимны из Ригведы. Например, гимн о создании Вселенной. Понятно ли, я ответил. Спасибо. То есть веды вам будут вполне доступны, но придется приложить дополнительные усилия. в ведийском языке нет ничего невозможного, если вы продержитесь на плаву около двух лет. Этого будет достаточно, чтобы нырнуть в этот океан. То есть быстро не обещаю, но это вполне возможно. Мой научный руководитель Андрей Антонович Злезняк вел в МГУ занятия, которые назывались строй санскрита, строй ведийского языка. Почему? Дать всего санскрита я вам не смогу. А вы никогда не овладеете санскритом. В лучшем случае вы когда-нибудь устанете и санскрит овладеет вами. Санскритская литература безгранична. В мире нет другой такой литературы. И разве что китайцы могли бы попытаться соперничать. Махабхарата в 10 раз больше Ильяды и Одиссеи вместе взятых. Это океан литературы. Мы с вами будем всего лишь учиться читать по слогам. Наша задача поступить в ясли. Вот Деванагари это ясли. Мы еще не изучаем санскрит и даже не собираемся его изучать. Мы готовимся. Мы зреем. Когда-то я думал что за два года я выучу санскрит. Надо ли сказать что я ошибался. 18 лет занимаюсь санскритом я могу лишь сказать что я еще не начинал все я пошла ничего не обнадеживает ваши останьтесь пусть санскрита владеет вами потому что одно дело я вообще то вестник печали значит моя задача сегодня это отговорить вас от занятия санскритом уже почти получилось потому что если вы начнете если вы начнете вы уже не сможете оторваться поэтому если вы можете прожить свою жизнь не занимаясь санскритом бегите бегите пока не поздно потому что когда вы начнете вы уже не сможете остановиться света не даст соврать да да я даже микрофон включила но вообще это очень конечно захватывает ну сам вообще не то чтобы процесс не то чтобы сложность а то что начинает происходить вообще вокруг и внутри тебя тоже вот это самое важное ну вот ты сейчас еще расскажешь про то что внутри а я перед этим скажу видение а значит оно заключается в том что санскрит не связан с духовностью и вы не станете хорошими людьми людьми от того что вы изучаете санскрит если вы были редиской редиской вы и останетесь значит но в любом случае я выброшу большое количество мусора из вашей головы моя задача сломать те мифы которые у вас были то есть ваши иллюзии вот иллюзии я вам обломаю вот это могу вот это обещаю духовности не обещаю а вот иллюзии обломаю Света расскажи значит почему ты здесь вот почему ты спокойно не занимаешься как любая нормальная женщина ты не занимаешься не знаю личной личной жизнью какими-то ну вот нормальными делами ну вот зачем зачем тебе санскрит нет ну во-первых как бы ну я просто его чувствую ну я не знаю во-первых а что я не знаю о чем рассказать это же как бы такое личное просто вот я сейчас сижу я понимаю что меня тут качает раскачивает я сижу вот вы говорите а мне уже как бы настолько хорошо потому что это выход на что-то такое глубинное может быть какую-то память потому что поскольку может быть я с этим как-то связано и наверное это просто вот поэтому то есть другого как бы я себя не заставляю я вот пыталась тут бросать не бросать но я понимаю что меня все время возвращает обратно я не могу это бросить и мне не важно я там его выучу или нет но как бы писать там даванагари да переписывать какие-то мантры это мне нужно потому что это меня питает но это напитывает как бы меня просто и я становлюсь другим человеком я кстати очень сильно изменилась даже я пропадала из санскрита просто потому что когда я начала его изучать меня начало ну как-то трансформации какие-то начали сами собой происходить и в общем-то они такие сложноватые но они все положительные то есть отрицательного ничего в жизни не произошло наоборот как бы произошли очень положительные резкие сдвиги то есть если есть какие-то там учителя которые вас наблюдают ну как бы мне повезло в принципе у меня есть они то есть они сказали что ну как бы наверное это твое или что-то такое но получается очень быстро прогрессировать как бы с их стороны вот они это заметите что вы ненормальные так вот я вам в этом помогу да значит до этого вы не осознавали свою шизофрению а я познакомлю вас с самим собою то есть с тем с тем количеством субличностей которые сосуществуют в вас вы узнаете насколько вы тупы это достаточно неприятное зрелище я вам должен сказать то есть я например был лучшего мнения о себе вот скажу честно вот я думаю что я умная вы что думаете я говорю я думаю что я умная и что вы хотите мне сказать что я после этого буду думать что я глупая я нет не хочу сказать что вы случилось именно это я тоже думала что я умная но потом я поняла что я совсем вообще даже не близка к этому ну то есть смысл в том что когда Анастасия вы третий час подряд будете в словаре искать несуществующее слово и в тот момент когда вы поймете что вы искали того чего нет вам будет одновременно и горько и смешно нет я подумаю что я просто устала надо отдохнуть и начать сначала придет день когда вы поймете что вы используете полтора процента от своего потенциала от своего даже просто мозга я не говорю про ничего глубже и наша с вами задача в течение этих полутора лет задействовать еще ноль запятая пять процентов вашего мозга туда куда вы не ходили никогда потому что потому что даже сама система письменности деванагари она отвечает за такие участки мозга которые отличаются от ваших ежедневных рутинных дел то есть есть две крайности крайность одна называется санскрит вторая крайность называется китайский язык это два полушария санскрит это самый фликтивный язык в мире в нем все передается окончаниями этих окончаний так много что вам хватит на долгие годы вперед то есть все взаимоотношения между словами в санскрите выражаются окончаниями это образец фликтивного языка сам язык санскрит чем еще интересен в частности нету такого племени санскритян вот русский язык он назван по этносу русские да а вот еврит и санскрит это языки искусственные и соответственно такого народа нету это язык как и любой литературный язык язык искусственный то есть само слово сам скрытам сам скрытам это слово означает обработаны то есть литературный обработаны сделаны да у нас есть антоним пракрта и самскрта и мы с вами будем заниматься тем языком который самскрта который обработан и даже если мы откроем ригведу а ей не меньше трех трех с половиной тысячи лет в том виде как мы ее знаем то мы увидим что уровень обработки языка уже тогда был просто выдающимся во всей мировой науке нету другого столь подробно описанного языка как санскрит за последние семь тысяч лет нет ни одного из настолько подробно описанного как описан санскрит итак за последние семь с половиной тысячи лет это самая лучшая грамматика то есть нету более дотошной грамматики чем грамматики санскрита и пятьсот лет до нашей эры была составлена грамматика Панини и Панини убил санскрит две с половиной тысяч лет тому назад он описал его настолько хорошо что все потом стало избыточным и поэтому до нас не дошла ни одна грамматика до него он тоже был тупым и долго пытался въехать санскритскую грамматику он был плохим учеником но когда-то на каком-то году жизни когда он уже был готов бросить эту грамматику и утопиться сам он обратился к Шиве и тогда Шива дал ему Шива сутры и на Шива сутрах построена вся грамматика санскрита то есть это я о том что если вы поймете что вы тупые то это нормальный рабочий процесс в тот день когда вы поймете насколько вы тупые мы начнем изучать санскрит до этого мы просто будем готовиться к Шиве когда прощаться когда поймете тогда и когда настанет день вы поймете но придется потупить то есть сперва должна быть боль санскрит это слезы слюни и кровь и эти слюни должны быть если этого не будет ничего не будет я не могу дать вам даже капельки санскрита вы сами возьмете его делая домашку домашка должна быть минимум полчаса каждый день если вы считаете что за день до занятия вы сделаете домашку вы не сделаете ничего и Светлана вам подтвердит что это путь гибели погибель вот значит домашка должна быть каждый день отныне каждый день вы должны вслух читать текст на любой на любом языке хотя бы страницу вы должны устно учиться разговаривать на любом языке устно страницу текста можно не громко но вслух мы с вами чтобы выровнять эту неровность которая образовывается из-за направленности учебника вера вера александровны будем учить санскритские изречения наизусть чтобы выровнять этот подход пассивного изучения санскрита вы будете учить отрывки на санскрите наизусть радуйтесь что основной объем санскритской литературы это стихи поэтому учить наизусть мы будем не прозу а всего лишь стихи а можно свои тексты учить конечно а что у вас есть в запасе я хочу тантралогу перевести скромно 10 по моему век да мне сколько нибудь насчет тантралоги насчет тантралоги тогда я вам советую значит прийти в четверг в 8 часов вечера и тогда вы увидите единственного человека который на русском языке может вам в этом помочь куда прийти в 8 часов в четверг у березы после после ущеновала ущеновала не надо достаточно у березы что это клуб какой-то или что это да это клуб у нас есть помимо занятий с санскритом тематические группы и у нас таких групп две по четвергам в 8 часов вечера мы разбираем имена шивы и как раз если вы хотите приблизиться к тантралоги это может быть хорошим вступлением потому что Олег Ерченков это единственный человек который может помочь вам приблизиться к своей мечте если тантралога это ваша мечта другой клуб по интересам у нас субботу пол шестого вот роза была сказала ничего не поняла но я ей говорю усердствуй и не обращай внимания что ничего не понимаешь в санскрите главное понять что именно вы не понимаете вы все время будете что-то не понимать это нормально вы будете привыкать к этому главное чтобы рано или поздно вы поняли что именно вы не понимаете поэтому да а что в субботу за клуб в субботу пол шестого вечером то есть 17.30 в течение часа мы занимаемся произношением напевного санскрита то есть мы оттачиваем ваше произношение и занимаемся горячо любимой мною ушей которая является брахманкой и кандидатом филологических наук из Бангалора а это онлайн еще да вы не поверите но да и в четверг онлайн и в четверг онлайн и в субботу и по понедельникам это я был онлайн еще до того как онлайн стал модным свой первый сайт я сделал в девяносто девятом году все онлайн ну помимо тех книг которые я печатаю книги оффлайн все остальное онлайн то есть мы используем бумажные книги соединение с онлайном и эта смесь я считаю оптимальна то есть онлайн это неизбежное зло как говорит Александр Яковлевич Сыркин вы работаете в зоне повышенного риска так вот зона повышенного риска она увы данность я был бы рад вас видеть например очно в Москве или в Петербурге где я бываю раз в году но как вы видите в связи с чумой я даже в Москву не попал и придется так сказать окольными путями поехать туда через неделю на машине потому что обычные пути перекрыты поэтому я был бы очень рад вести занятия оффлайн но оффлайн в Краснодаре за все годы у меня было три ученика поэтому будем считать что да все что я говорю это онлайн махровый онлайн да значит паракритов много санскрит один и не только у вас будут проблемы с санскритской грамматикой а они будут я вам не буду говорить что санскрит это легко потому что это не так но зато когда вы прорветесь через первые пять кругов своей тупости блаженство которое вы испытаете от чувства собственного достоинства достоинства человека который начал думать думающих людей мало вы думаете что вы думаете но вы поймете что вы еще не думали поможет вам в этом санскрит так вот когда вы начнете думать вы испытаете невероятный кайф и вот я например преподаю санскрит и изучаю его ну в частности из-за этого кайфа кайфа интеллектуального в том числе того что я понял насколько же глуп я был до этого и насколько же здорово на самом деле мы не пользуемся то есть мы не пользуемся маленькой частью того что нам дано то есть мы говорим что мы люди но я согласен с Ницше что мы еще не люди людьми нам еще предстоит стать и вот санскрит в нем нет ничего духовного но это легкий ветерок который дует в правильную сторону это бриз это не ураган который вас принесет туда где все хорошо нет идти придется самим и отдаваться придется ему самим но одно могу сказать это невероятно красиво конечно когда вы откроете бхагавадгиту и поймете что вы можете перевести 17 главу самостоятельства вы поймете почему лучший перевод не стоит даже вашего худшего но для этого нужно запастись терпением поэтому я и говорю что основное качество санскритолога пусть даже любителя это усидчивость ваши остальные таланты не имеют никакого значения способны вы к языкам не способны знаете английский не знаете это ваше личное дело для санскрита это значение не имеет тут важна усидчивость и так получается первым объектом научного анализа в древней Индии был язык и поэтому только в Индии додумались до того что алфавит можно классифицировать что звуки алфавита могут идти не хаотичной очередностью а что там может быть некая научная матрица в основе даже классификации звуков и они первые в мире в древней Индии осознали что звуки можно классифицировать по месту образования у нас пять мест образования санскритских звуков ротовой полости и по способу звучания то есть по артикуляции и акустике еще 120 лет тому назад в европейской лингвистике понятия не имели что так можно достижение современной лингвистики современной европейской лингвистики во многом опирается на достижение открытие сделок древней им когда в Европе познакомились с грамматикой аштадьяи с восьмикнижием начался прорыв начал началась началась новая эпоха поэтому когда в середине двадцатого века произошел очередной круг знакомства с панени стало понятно насколько же мы его не понимаем потому что величайший прорыв в двадцатом веке в середине двадцатого века в Америке в лингвистике был сделан используя схемы панени используя схемы глубинной грамматики то есть нам уже казалось что мы понимаем что он делает присмотрелись ничего мы не понимаем и в этом красота мы не в состоянии оцифровать всего панени мы не можем создать компьютерный алгоритм искусственный интеллект не справляется с грамматикой панени компьютерных мощностей мало то что может ваш мозг превышает возможности самого мощного компьютера ваш мозг может разобраться в грамматике санскрите санскрита а искусственный интеллект не может вы понимаете какая красота да вы будете терпеть поражение одно поражение за другим но у вас есть выход а у компьютера его нету потому что у вас есть помимо интеллекта интуиция и это основной инструмент санскрите ваш интеллект сколь бы он не был выдающимся мало что вам даст санскрите а вот ваша интуиция будет востребована на всю катушку я кажется могу о санскрите рассказывать две недели подряд не останавливаясь есть ли какой-нибудь вопрос связанный с общетеоритическими санскритскими делами Марцис Юрьевич полтора года это Кочергина полтора года это Кочергина потом еще полтора года это Бюллер да Бюллер это когда вы пишете письмо бабушке и не замечаете как вы его пишете на санскрите потому что вы переводите с русского на санскрит свободнее чем с русского на английский а эмино вы куда туда же в эти полтора с Кочергиной с Кочергиной у нас у нас именно в частности поэтому полтора с Кочергиной что допустим пять занятий у нас эмино вот тогда вы поймете что такое сандхи и уподобление звуков ну то есть например в русском языке есть слово медведь слышали такое слово что оно означает по-вашему ведает медом нет он не ведает он его ест потому что глагол который присоединен к слову это ад не мадх в ад а мадху ад то есть едящий мед так вот это у на которое заканчивается слово мед в санскрите мадху оно перед гласной а в ад по правилам благозвучия или сандхи переходит из у в в и поэтому не мадху ад а мед ведь ничего непонятно это сказала Анастасия да я могу повторить на другом примере Пушкина мы читаем за утро и утро пробег понятно еще раз что просто у меня звук пропадает понятно значит нужно прорабатывать интуицию что я мог говорить пока ты не слышала что я говорю а сейчас слышишь да про Пушкину что-то смотри вот у Пушкина есть за утро два отдельных слова за утро слышно да в современном литературном русском языке вы это слово знаете как завтра это возникло под влиянием начала следующего слова две гласные были подряд одна перестала быть гласной стала полугласной и весь санскрит это сплошные медведи и завтра завтрашние медведи да Татьяна у нас интуиция по ходу будет развиваться или над этим надо отдельно работать я боюсь что придется работать отдельно во первых во вторых интуиция у всех у вас работала скажем в детском возрасте вам придется вернуться в детство вы просто не пользовались этими инструментом возможно долгие годы это я про себя могу сказать до 14 лет я видел что будет дальше то есть мысли в ситуациях которые разворачивались вокруг меня я видел как они будут развиваться дальше потом потом я стал умнеть и интуиция моя стала хереть вот но это же не значит что она перестала быть это просто я перестал ею пользоваться поэтому ее не столько надо будет развивать сколько вспоминать интуиция это наиболее краткий способ изучения грамматики потому что интеллекта боюсь вам не хватит правил нет немного я уже сказал 3996 разве это много Мартис Юрьевич для памяти мантру подскажете моя мантра это господи помоги господи помилуй господи помилуй вот моя мантра и вот расширенная версия моей мантры это мудро вот тебе и мудро и мантра два в одном для Ганеши точно должно быть чтобы препятствия убирали с пути я боюсь что ты сама себе будешь и Ганешей и всем чем захочешь как мне говорит Яна которая начала изучать санскрит всего лишь чуть ли не даже не месяц назад три недели назад она говорит с тех пор как я с вами связалась у меня нет даже времени в овощную лавку сходить чтобы купить еду чтобы приготовить семье вы не понимаете мне кажется что с тех пор когда я как я начал изучать санскрит тянется один длинный день который не заканчивается а в прошлом году Екатерина с которой мы занимаемся уже больше трех лет и собственно занимаемся сейчас бюлером она мне раскрыла тайну которую я не знал я не мог предположить для чего нужен санскрит я ведь сам до сих пор не знаю для чего мне санскрит но она мне рассказала то что я теперь никогда не забуду она говорит санскрит укрепляет мои семейные отношения я говорю это как это ведь ты когда делаешь домашку ты же не можешь заниматься семейными делами ну то есть как это укрепляет он же наоборот должен был быть помехой потому что ты перестаешь жить как бы активно активную жизнь домохозяйки ты заявляешь о каких-то интеллектуальных потребностях так сказать вот и тут она говорит раньше я мужу проедала плеш а теперь я весь свой так сказать порыв направляю на домашку мне некогда его гнобить и одно это уже могло бы быть слоганом вот то есть он говорит иди-иди там свои а-а и-и не не надо мне не надо и в общем все довольны и все рады потому что потому что вот поэтому когда я начинал преподавать санскрит в 2007 году я не знал что он будет укреплять семейные отношения я не подозревал об этом на мое первое занятие в Новосибирском университете пришло 70 человек 70 студентов на второе занятие пришло 15 поэтому я прекрасно понимаю что не все из вас дойдут до конца но кто-нибудь дойдет вопросы общесанскритские личные и вообще например сам санскрит как таковой не нужен но я был того же мнения что он мне вот побоку вот этот ваш санскрит вы мне дайте его как инструмент так вот этим инструментом овладеть точнее чтобы случилось наоборот придется все-таки с ним вступить какие-то взаимоотношения Анастасия ты не сможешь обмануть понимаешь ты не сможешь обмануть потому что тот текст который ты хочешь это уже уровень шастр вот скажи вот кто из вас знает например немецкий еще пока никто через два месяца вы уже будете читать по немецки но не потому что вы этого хотите а потому что мы начнем пользоваться санскритско-немецкими словарями так вот значит вот например в английском есть обычный разговорный язык а вот учебник по физике вы на английском могли бы изучать тяжело нет не просто тяжело невозможно вот такая же разница между санскритом и санскритом санскритом Абхинова Гупты санскрит разновидности санскрита порой отличаются друг от друга сильнее чем близко родственные языки и Рену наставник Андрея Анатольевича звезняка Рену великий французский ведолог 20 века он написал книгу о восьми разновидностях санскрита этот Рену и смысл книги что язык ведийский отличается сильно от языка пуранического а пуранический от языка философского именные предложения в философской прозе не похожи на стихи панчатантры то есть вы хотите прийти к шастрам шастры это как вуз а мы с вами поступаем в ясли то есть через полтора года нет через полтора года мы закончим ведение то есть первые четыре класса у нас будет аттестат церковно-приходской школы то есть первые четыре класса через полтора года у вас будет аттестат который можно сопоставить с первыми четырьмя классами в обычной школе через еще полтора года когда вы закончите бюллера а не закончив бюллера вы не имеете даже моральное право заикаться что вы занимаетесь санскритом или тем более переводите с него вы закончите первые девять классов ну и эту метафору можно продолжать поэтому когда вы рассчитываете приступить к вузовскому курсу после завершения первых четырех классов это первая иллюзия которую я вас убью так когда можно будет переводить когда когда вы после трех лет занятия закончите руководство бюллера я вам отвечу когда может быть у вас интуиция хорошая начнете ночью сегодня я вам не обещаю ни золотых гор ни золотых гор нелегкой жизни вы будете проклинать тот день когда узнали о моем существовании я не лучший преподаватель санскрита я учился у лучших тех у кого я учился уже уже некоторых из них уже нету мои учителя могли научить санскрит за три дня Андрей Анатольевич за первое занятие давал деванагари точнее нет деванагари вы знали еще до того как приходили это он как бы вы приходили уже знали деванагари ну иногда этому он отводил ползанятия то есть допустим 40 минут значит за второе занятие вы проходили склонение за третье спряжение и после трех занятий вы могли уже переводить текст санскрита это был мой наставник так как он не может больше никто таких уже нету но остались его часть его видеозаписей поэтому если вы хотите понять что такое хороший преподаватель санскрита посмотрите записи с Андреем Тольчим Залезняком и вы поймете что такое изучение языков как это должно быть выстроено никто не может так как он конечно я тоже не могу но чему-нибудь научился я у Андрея Анатольевича у нас будет медленно и печально у Андрея это еще было быстро и красиво у нас будет медленно как в анекдоте медленно и печально медленно и печально поэтому легкого пути Анастасия я обещать не могу потому что я обману тогда вас а я вам откровенно говорю можете не заниматься санскритом не занимайтесь я не могу не заниматься поэтому и занимаюсь санскрит должен быть как желание сходить в туалет можете не сходить в туалет не ходите но вы все равно пойдете вот санскритом так же вот когда вы его захотите так же как хотите в туалет тогда вы начнете его изучать а все до этого это фигня ну что огорошиваю вас кто идет тот дойдет скажу что-нибудь ну допустим идти прям не получится будем ползти но значит тем не менее да вопрос есть какой-нибудь ну вот мне например неинтересно будет если переводить какие-нибудь тексты про ежей уже или прочее отличное начало я ждал этого вопроса мне я даже запишу его Анастасия я даже буду отныне цитировать вас тексты про ежей и уже я даже это запишу я отныне я отныне буду я буду значит это цитировать да просто ну еще раз наверное повторюсь повторюсь просто по себе санскрит не нужен мне нужен смысл который несут тексты из санскрита они допустим ладно если взять там тандралока это слишком сложно но есть же еще куча других текстов конечно можно допустим вместо вот этих вот каких-нибудь интересных текстов да например брать куски попроще которые можно было бы заучивать например и переводить потому что если этого не будет я очень быстро сдамся я мне вот это как бы форма просто изучения она неинтересна хорошо мотивация будет только вот в этой сути как бы для чего значит мотивации я вам дам например вторую главу бхагавадгиты через неделю она должна быть заучена и будет вас и мотивация и демотивация все в одном я обеспечу вам нужный поток интересной вам литературы а теперь возвращаясь к ежам и ужам значит ошибка некоторых преподавателей санскрита и некоторых особо мчащихся заключается в том что они сразу хотят философию то есть пожестче посложнее и заканчивают они там где начали то есть в заднице изначально вы должны понять что мне нравится ваша искренность Анастасия она мне близка но вы должны понять одну простую вещь пока вы не поймете кто кого еж ужа или уж ежа на примере простого предложения вы не сможете понять чему равен атман потому что а и как бы язык хитопадеши язык истории басен про животных это самый простой как бы вход и вы должны понять как в санскрите строится предложение а язык абхинавагубты это язык мастера йоды вы уверены что вы сразу с языка йоды то есть с неправильного языка поймете как там выстраиваются слова понимаете то есть действительно у меня есть ученица например она занимается санскритом всего год ее зовут даяна вот она такая же воинственная как и вы мне нравится этот воинственный дух она тоже мне говорит все что угодно буду не буду я читать вашу хитопадешу и мне приходится иногда все таки ее убеждать в том что немножко про животных нам придется почитать иначе мы перепутаем атман с брахманом поэтому мне нравится ваш напор но иногда его придется перенаправлять и в другое русло насчет того что санскрит сам по себе не интересен услышал но вам придется усмирить себя временно усмирить и пыл направить в в русло отдачи сдачи и терпения чтобы приблизиться к любимой вами тантрологии которая иначе никогда на русский язык переведена не будет у меня нет в планах в мировом масштабе это делать я сама понять хочу потому что если до этого доживем так и слава богу в этом плане в плане тантрологии я вам советую приходить по четвергам это будет лучшее вхождение потому что в грамматике вы не скоро дойдете до тантрологии а уже начинать рассуждать в этих категориях можно уже сейчас пока Олег есть про ежей и ужей это гениально знаете еще почему потому что значит у нас есть еще другой кружок кружок любителей махабхараты и рамаяны в этом кружке мы готовим печатные издания книг и вот например читает Аня студентка философского факультета МГУ читает третью книгу махабхараты и задается вопросом как это так ужей храбрецов на поле боя увидели уже храбрецов мало того что змеями все усеяно так эти змеи значит еще и храбрые и знаете в чем было дело Анастасия уже это там не было просто буква М потерялась были там мужьи храбрецы вот так же и у нас поэтому ужи и ежи это просто это квинтэссенция повествовательной литературы то ли ты коня то ли конь тебя и надо понять иначе плохо и пока не поймешь не можешь уйти в философию и очень хочется сразу уйти в философию а не можешь то ли ежик съел то ли ежика съела надо разобраться Мартис Юрьевич у меня все наоборот я уже не вижу у меня все какие-то мужи наоборот все какие-то боги то есть ты везде мужиков что ли видишь даже там где их нету да то есть я не знаю про каких вы уже говорите вот когда вот мы занимались тогда начинали ну то есть просто все сплошной в кочергеной для меня все это священные тексты я как бы не вижу что там про мужей в основном все про мужей я бы не сказала что будет неинтересно в плане того что там ну как-то какие-то такие легкие тексты я не знаю может быть это просто мое мой сдвиг действительно есть люди которым литература дается туго но тут я говорю придется усмирить гордыню и значит на время сделать вид что нравится нравится и хочется и хочется и уговорить себя что хочется очень-очень хочется чтобы потом дойти и до атмана знаете что пятигорский анастасия говорил об атмане слышали такую фамилию пятигорский вот запишите эту фамилию посмотрите кое-что в интернете если вам интересна вообще философия мне показалось что она вам интересна то я вам советую познакомиться с этой фамилией вот у него есть целый ряд интереснейших интервью он был известным учеником рериха рериха младшего сына рериха рерих это основатель один из основателей сэнскритологии в москве вот значит он перевел дхаммападу слышали про такую дхаммапада вот значит и топоров его ученик перевел его и опубликовал из-за чего собственно рерих подвергался гонениям и после непродолжительного времени умер от сердечного приступа потому что началась просто охота на него в институте востоковедения в москве вот то есть санскрит это еще и не всегда полезно для здоровья вот значит так вот пятигорский который выдающийся русский индолог 20 века именно философ а вам же интересны философы вот так вот он знаете как определял атмана Анастасия атман есть атман что это за определение автология есть масло что это за определение уйдет ориентировочно пять лет ваше изучение санскрита будем измерять пятилетними отрезками первые десять лет я не понимал ничего через пятнадцать мне уже начинало казаться что я уже понимаю что именно я не понимаю поэтому терпение и только терпение могу вам показать и рассказать вкратце о книгах для чего вам бумажные книги итак в следующий раз мы начнем делать первое занятие из учебника Вера Александровна Кочергиной первые пять занятий посвящены письму Деванаголи понятно да мы пройдем не санскрит мы пройдем пред санскрит вот как я уже говорил Деванаголи это еще у санскрита вообще нет своей письменности то есть нету алфавита санскритского скажем так то есть на севере его пишет на Деванаголи на юге каким-нибудь там тамильским письмом но нету единого письма которое принималось бы одновременно во всей Индии а еще 200 лет тому назад в Калькутте вместо Деванаголи использовали бенгальское письмо а так как Калькутта была столицей то все санскритские словари печатались бенгальским письмом например поэтому письмо это условно но тем не менее оно вам поможет если вы хотите абиндуситься то Деванагри это наиболее быстрый способ то есть на латинице или тем более в кириллице как это делают кришнаиты качественно абиндуситься не получится вам придется перейти на Деванагри и когда Татьяна у вас Татьяна есть дети? я Татьяна да да дочка и внук уже есть ну вот когда вы дочери напишите записку купи молоко то вы писать конечно будете ее на Деванагри отныне чтобы закрепить свой навык Деванагри вот это что касается ближайших занятий значит будем проходить письмо Деванагри соответственно вам потребуются ручки четыре ручки сильные ручки прекрасно прекрасно это главное все остальное сложится значит это что касается учебник санскрит это наш первый учебник с кем-нибудь из вас я еще успею позаниматься по учебнику Бюллера руководство к элементарному курсу санскритского языка по этому учебнику изучают санскрит в Петербурге в Петербурге с него начинают я учился в Москве и преподаю как мне обучали в Москве в Москве все мягче когда в Петербурге хотят защитить кандидатскую диссертацию до 70 лет приезжают в Москву потому что в Петербурге кандидатские защищаются в 70-75 лет докторская редко кто доживает вот и так и во всем если вы хотите более мягкий подход тогда мы имеем ввиду Москву есть два принципиальных разных подхода Москва это сразу Бюллер точнее нет Питер это сразу Бюллер а Москва это сперва Вера Александровна а потом все равно Бюллер вот это два подхода два разных подхода значит дальше вам потребуются словари потому что полторы тысячи слов из учебника санскрита вы выучите через три недели и вам будет мало и когда вам станет мало вы вспомните о значит санскритской хрестоматии Фриша первый том это тексты в частности Ригведа там есть а второй том собственно это словарь это самый крупный из доступных вам в печатном виде словарей второй том санскритской хрестоматии Фриша там порядка восьми тысяч слов как я уже говорил в большом словаре Вера Александровна Кочергиной содержится двадцать девять тысяч слов а двадцати девяти тысяч слов вам конечно тоже ни на что не хватит для перевода санскритского текста требуется семьдесят четыре тысячи слов такие словари на русском языке не существуют лучшие словари в мире сделаны в Санкт-Петербурге лучшие санскритские словари в мире сделаны в Санкт-Петербурге в середине девятнадцатого века это семитомный большой петербургский словарь и семитомный малый петербургский словарь большой и малый большой малый они сделаны в Петербурге на немецком языке это основа всей санскритологии так как некоторые из вас еще не владеют достаточной степени немецким языком то как временная мера вы можете использовать словари санскрита английские которые сделаны на основе санскрита немецких в частности самый известный однотомный словарь на двести восемьдесят шесть тысяч слов это словарь Мония Вильямса как еще раз Мония Мония Вильямс Мония Вильямс эта французская фамилия принадлежит выдающимся английскому миссионеру который всего лишь хотел перевести скажем так христианские всякие библии и евангелия на санскрит чтобы охристианить Индию у него была задача миссионерская но выполняя эту миссионерскую задачу он походя создал лучшие санскриты английские словарь и так для перевода санскритского текста достаточно около восьмидесяти тысяч слов семьдесят с половиной тысячи слов вот таких русских словарей нету но если вы научите использовать использовать фри то вы будете это будет это будет вполне достаточно на ближайшие три месяца когда вы столкнетесь с опечатками в учебнике Веры Александровны а это неизбежно случится в издании 2015 года в учебнике санскрита Веры Александровны было семьсот пятьдесят опечаток у меня такая книжка походу это словарик вот то что вы держите то что вы держите это издание 2005 года вот этой книжки вот у вас санскритско-русский словарь да 2005 год из всех возможных изданий увы у вас самая нечитабельная но остальные просто недоступны вот нет его можно использовать как подставку я вам расскажу разные способы как можно использовать бога неугодные книги все не так плохо если купить лупу то в смысле пользоваться им вполне возможно поэтому все не так плохо и сжигать нужно было бы если у вас был бы учебник Матвеева учебник у меня есть ну вот его можно сжечь почему почему значит ответов много и они разные могу хаотично начать с любого места по этому учебнику никто никто никогда не выучил и никогда не выучит санскрит потому что это просто сборник анекдотов это раз во вторых там много плагиата в частности значит словарь который прилагается якобы к этому учебнику это просто выкраденный словарь Натальи Павловны который напечатан со всеми опечатками которые там были на то время то есть это просто компиляция красивых картинок методологически невыверенная и в общем как учебник его никто не использует я не знаю никого кто использовал бы Матвеева как учебник но как материал для разжигания костра я себе вполне его представляю в этой книге нету живого места и даже если там случайно написано две вещи правильные подряд то это не учебник в учебнике основа это методология итак если вы найдете в учебнике Вера Александровна опечатки а они там еще есть значит учебник Вера Александровна впервые вышел в 1956 году Вера Александровна ушла от нас всего два года тому назад и преподавала санскрит до последнего вот а первый ее учебник вышел в 1956 году так вот когда вы найдете эти опечатки вам потребуется кнауэр кнауэр это самая полная грамматика санскрита на русском языке это как бы справочник в нем в принципе нет опечаток потому что его составлял немец а у немцев не бывает опечаток помимо чисто кнауэра бывает кнауэр с примесью миллера в общем другая разновидность кнауэра кнауэр другого разлива значит самая сложная книга из тех что у вас будет это грамматический очерк Андрея Анатольевича Залезняка у Анастасии он есть в виде приложения к тому словарю который она показывала если Анастасия откроет свой кирпичик ближе к концу она увидит что там приводится грамматический очерк санскрита это самая сложная книга о санскрите на русском языке но если вы начнете понимать то что там написано несколько страниц подряд то уроки будете брать не вы у меня а я у вас у березы у березы значит вот те самые ужи и ежи собраны в книге начальная санскритская хрестоматия Кудрявского это сборник ужей и ежей а тут вот очень мало что-то совсем по-моему да-да вот это очень мало это и есть самая концентрированная грамматика санскрита на русском языке от нее плавится железобетонная конструкция если вы давно уже перестали читать на латыни тогда значит вы сможете оценить тот параллельный перевод который предлагается в эпизоде легенда об охотнике и паре голубей косовиче это улучшить вашу латынь помимо вашего санскрита когда вы поймете зачем латынь а как вы собираетесь разбираться с санскритом без латыни я не знаю я спрашиваю устройство всех древних мертвых индоевропейских языков сходно если вы поймете санскрит поймете латынь поймете латынь поймете санскрит когда вы поймете что недостаточно понимать каждое слово по отдельности а желательно понимать уж ежа или еж ужа тогда вы для себя откройте книгу Шерцля синтаксис древнеиндийского языка это высшая ступень ближайшие пять занятий мы с вами будем заниматься фонетикой фонетикой то есть звучанием и написанием вот это низший уровень потом мы с вами перейдем к морфонологии потом мы дойдем до морфологии и потом 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 мы дойдем до синтаксиса синтаксис это высший уровень но у вас же должен быть эталон куда мы движемся куда мы мчимся первым санскритско-русским языком санскритско-русским словарем был словарь косовича это самый первый санскритский словарь чем он например интересен вот если в ночь на сочельник вы хотите погадать и значит не знаете как узнать как будет выглядеть муж или уж то вы открываете на хаотичной странице значит и соответственно узнаете все что будет в следующем году значит для того чтобы переводить на санскрит вам придется выучить и русский язык но не русский язык в том виде как он существует сейчас а русский язык тургенева для этого вам придется перечитать классику и помимо этого вам поможет словарь косовича он написан на таком языке на котором никто в 20 веке уже не выражается но именно это язык санскрита это язык эпоса это возвышенный русский литературный язык не газетный и в этом нам в том числе поможет косович я уже вас напугал или могу продолжать а вы напугали еще в первые пять минут сейчас мы уже втянулись значит мно я вам и так показывал это будет наши первые шаги начальные когда мы будем разбираться как из 20 букв достать одно слово два слова три слова вот это что касается мно значит веро это для того чтобы вы поняли кто кому мать русский язык санскриту или санскрит русскому или ни тот ни другой никому из них эта книга написана с точки зрения истории санскрита откуда взялся санскрит и санскритяни эта книга берро эта книга с точки зрения компаративистики то есть сопоставление с языками с греческим латыни с русскими с балтийскими то есть как мы знаем что санскрит не мать всех языков эта книга в частности эта книга просто когда вы захотите почитать про древнеиндийскую живопись это не учебник но ее написала подруга Елизаренковой и Кочергиной Виктория Викторовна Вертоградова есть книги которые просто можно почитать для души и не обязательно их переводить если вы интересуетесь театром и танцами то есть отрывок начало трактата о театре и он переведен на русский язык например если кто-то из вас интересуется танцами или театром в том числе вот в таком виде если вам интересна философия и вы не читали книгу Испечь мир то вы еще ничего не читали на русском языке Шарлин Маламут Испечь мир все умеют заказывать в букинистей книге на алиби научитесь если захотите читать то что я говорю а не будете читать останетесь такими же глупыми останетесь такими же глупыми никогда не перестаньте читать про ежей и южей это будет наказание вечно длиться ну и опять же полезная в хозяйстве книга камасутра о том что должна делать ведийская женщина когда вы слышите сочетание ведийская женщина то в первой главе описаны требования к ведийской женщине 64 пункта ты там больше про огород это я слышала уже такое от подруги и про огород тоже и вообще про нравственные ценности которые должны преобладать у человека даже если я не показал вам все остальное в таком же духе если вы значит допустим даже живете не только в России то есть хороший справочник по грамматике называется Sanskrit Manual здесь все а все санскритское спряжение описано то есть например в Италии я уверен что его можно легко найти в России нет а вот за рубежом он легко доступен в Индии стоит 500 рублей называется Sanskrit Manual я вам скину все ссылки сейчас не надо ничего особо судорожного писать просто в целом отметьте себе что было что-то что вы не поняли Марцис Юрьевич а можно у вас спросить про программу я в группе нашла там ну вот в нашей вашей вот эта программа которая по изучению Деванагри которая Сарасвати назвать как стоит ли там например ну если тебе нравится на компьютере погонять Деванагри почему бы и нет Это зависит от человека Я считаю, что сама программа Хороша, ведь я участвовал В ее доработке Поэтому я не могу быть плохого мнения о ней Но Возможно, за последнее время у вас уже было Столько компьютера, что вы блевать От него хотите, и наоборот Будете рады пописать ручкой в тетрадке Она просто позволяет Запоминать, правильно? Она получается В частности, помогает Она требует автоматизации Чтобы от зубов отскакивала И чтобы при этом зубы оставались на месте Есть такая программка Для компьютера Это не для телефона На которой можно погонять Деванагри Называется Сарасвати Это где такая ссылка? Это в компьютере Я вам все дам Если вы запомните ключевые слова В данном случае Ключевое слово Сарасвати Еще я хотела попросить ссылку Вот девочка сегодня защищалась Я слушала Евгения, да Мне понравилась Я хотела бы Она там ссылку на свой сайт Да-да, я выложу просто ее презентацию Да-да, отлично Хорошо Вы слушали ее презентацию? Да Причем я так поняла У меня не включалось сразу И включилась, заканчивала другая девочка А потом Да, и я так поняла, что это именно то, что мне надо И на этом у меня И как только это все закончилось У меня компьютер опять выключился Надо же Да, это выдающаяся работа На самом деле У меня есть мечта У меня много разных дурацких идей Одна из них Издать на русском языке Всю Махабхарату и Рамайан И вот эта работа как раз Ту степь Значит, Роза спрашивала Нет ли кружка Значит, связей, сказок И, значит Чего там, значит, сказок И чего? Сейчас я забыл Что там Роза спрашивает Да Русских сказок И древнедийских сюжетов Об этом уже Роза Все написано Начиная от пропа Проп Петербургский ученый Наставник Василькова Об этом все уже написал В 30-е годы 20-го века Связь сказок Описана досконально Прям досконально Прям вот Вообще ничего там нельзя поискать Интересно Нет, ну можно Мы, например Как бы когда разбирали имя Шивы Мы разобрались Откуда Василиса Прекрасная взялась Например И откуда у Билибина Она, значит Почему она череп Держит в том виде Как она держит То есть, как бы Да, есть какие-то отдельные проблески Но в целом Сказки были разобраны Финнами И немцами Русские сказки Были разобраны Финнами И немцами До середины 20-го века Был составлен полный каталог Всех сюжетов Понятно Про санскрит Такой группы нет Что такое группы? Что такое группы, Елена? Я не совсем понял вопрос Я не знаю, слышно ли меня Слышно-слышно А, фу, слава богу Нет, ну я просто думала Что вот про гибридный санскрит И вот в ту сторону Какие-то Может быть, кружки Или группы Какие-то занятия Там В смысле Кружки по буддийским направлениям? Да, да, да В Москве Три месяца тому назад Умер Дар Жутаев Вот вы немножко опоздали Он занимался этим Есть Если будете честно изучать грамматику Я вам подскажу Где можно Буддийского санскрита поднабраться Есть Еще кое-что есть Немного, но есть В частности У Натальи Павловны есть Подскажу, помогу Если буддийскую тему Хотите честно прорабатывать Нам есть над чем поработать И кое-какие наработки Уже на русском языке тоже есть Спасибо Может быть, нам сразу На какие-то факультативы разберутся? Нет Факультативы Я не навязываю Я всего лишь говорю О том, что они существуют Вот есть кружок чтения Махабхараты Есть русского перевода Не санскритского текста А русского перевода Русского перевода Рамаяны Русского перевода Махабхараты По субботам мы занимаемся Напеванием санскрита По субботам Полшестого вечера По четвергам Восемь вечера Мы занимаемся Именами Шивы А вот основные Тематические кружки А сегодня будет В шесть часов А сегодня в шесть Сегодня в шесть десять Будет четвертая лекция О ведийском языке Всячески вам советую Да Хорошо Она пройдет в зуме Нам только ссылочку Где-нибудь Вот если после нашей беседы Напомните Я вам выдам Хорошо Напомню Ну видите Сколько я проболтал Времени Ну расскажите Хотя бы коротко О себе что ли тогда Я о себе рассказал Значит немножко Татьяна А вы кто по образованию? Я Ой Это такое темное Прошлое Настолько темное Что даже вы не помните? Ну официально У меня как бы Два образования Три образования Ну в общем Ближе к искусству Будем так считать Изобразительное искусство Преподаватель Модельер Конструктор Еще технолог Тоже по В общем По художественным По художественной Обработке Дерева Ткани Чего? Занимайтесь Получается Художествами И преподаванием Преподаванием Изобразительного искусства Да Сейчас Ну Три работы Так скажем Хорошо Ну в смысле Для детей Или для детей И взрослых Для детей И для взрослых Да Хорошо Понятно Зачем вам санскрит В смысле Ну какой Точнее Что в нем Теоретически вам интересно А Ну как бы тоже Тексты Тексты читать Тексты какие В смысле Кулинарные рецепты Или Или про Значит Стихи Значит Я не знаю Ближе Ближе К духовности Правильно Читать Мантры Произносить Правильно Ну Да Все интересно И Атман И Атман Атман тоже Интересует Понятно Да Жить бы до того дня Чтобы Атман Вами заинтересовался Еще Чтобы интерес Был взаимный Хорошо Надеюсь Надеюсь Хорошо Хорошо Понятно Художественно Вы мне напоминаете Тогда мою ученицу Светлану Ким Она Как раз тоже Жила Художествами Но при этом Очень честно Занималась санскритом Очень преданно И И со всей отдачей Вот вы мне Как-то Напоминаете ее Вот Всем 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 Вот Но она стала бабушкой И когда она стала бабушкой Оказалось Что ее функция бабушки Более востребована Чем ее функция Санскритолога Вот у меня Заход той функции позади Ну они уехали Все В другой город Я в гости Конечно Поеду Но вот эта система Самоизоляции Она Отрубила все Эти Связи Ну понятно У меня сосед Говорит Вот у нас внуки В Петербурге Застряли Не было бы этого маразма Они бы приехали И жили здесь На природе Никого бы не трогали Но в связи с тем Что происходит Какой-то Ну в общем Да Непонятная ситуация Понял Хорошо Изо Роза Ты у нас Кто Я Я математик Заканчивала тоже МГУ Вот Ну в смысле От метода анализа экономики Эконометрист Вот если вам О чем-то это говорит Ну я могу представить Предположить Чем ты Теорией Когда-то Могла заниматься А занимаешься этим Или А сейчас Нет Сейчас я скорее Общественной деятельностью Занимаюсь Вот Скажем так Веду научный проект Вот Который развивается Все время Актуализируется Расставляю места Регионам По степени Инновационного развития Скажем так А Ну то есть Опять же Связано с метрикой Получается Я правильно понимаю С метрикой Но не с иконометрикой Да То есть Это как бы Уже немножко другое Ну скажу так Лучшие ученики Это математики И программисты Буду надеяться Сначала ты Сначала ты плюешься А можно вопрос А что это значит Я люблю грамматику Вот Не поверите Я люблю вообще Любую грамматику Нотную грамоту Всю грамматику Вот любую Понимаете Дайте мне Я ее буду любить Я не знаю Как это выражается Я хожу Сколько слов Сегодня Просклонял Ну вот Типа того Да Вот Но я просто Сама еще Люблю тексты Писать И когда я их Пишу Я очень люблю Ну вот Выстраивать Какие-то конструкции Там Я не знаю Хотя это может Уже не грамматика Уже Немного другое Нет Ну как бы Все равно Это Основа Все равно Грамматика Потом уже На это Наслаиваются Логические Структуры Да Хорошо Хорошо То есть Получается Как бы Философия Да То есть Интересно Интересно Буддийская Философия Да И Связь с русским Языком Все-таки Хотелось бы Корни Хорошо Ну вот В плане Связи Я тебе Могу дать Больше Чем Кто бы то Не было Потому что Лучше Санскритские Корни Чем я В России Не знает Никто Поэтому Все эти Связи И тем более Моя специализация Компаративистика Это моя специализация В этом плане Я смогу Тебе снабить Таким количеством Корней И прочего Что ты будешь Вот Хотя бы Здесь Я тебе Могу дать Я твой интерес Могу закрыть Полностью Я очень рада Потому что Это и мой Интерес Потому что Мне горько Смотреть На каком уровне Происходят Все эти Рассуждения О родстве Русского И санскрита Потому что Они проходят На достаточно Примитивном уровне А там Гораздо Гораздо Больше И интереснее Чем Оно Все Преподносится Елена Я так понимаю Что вы У нас Буддист Чистой земли Ну Не знаю Я Математик По образованию А сейчас Учусь В аспирантуре По философии Ага И у меня Тема Ну у нас Просто все Очень сложно У нас Очень слабая Востоковедческая Школа И конечно Мне приходится Добирать Потому что Тема Слабая В каком городе? Это Киев Ну Украина Ну то есть В Киеве Ведь на самом деле Вы понимаете Да Что До начала Революции Все было Весьма хорошо То есть Киев Одесса И Харьков Это были Центры Востоковедения Вообще Всероссийской Империи Ну Сейчас Это очень Слабо Во всяком случае Как мне кажется Может быть Я ошибаюсь Вот Но То что меня Интересует Это конечно Тоже Компаративистика Но она скорее Не с русским А с тибетским Языком Потому что Основной акцент Ну вот В своих исследованиях Это Тантрические Тексты Тибета Буддийской Традиции Ну вот И конечно Они присутствуют То есть В Ганжуре И вот это Санскритский И тибетский Вариант И конечно Вот это Мне очень интересно Ну вы же конечно Знаете О существовании Тибетско Санскритско Английско Русском словаре Рериха Да 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 Но это вот В ту степь получается Да По буддизму Кое-что есть Чем Возможно Снабдить Но Но действительно Какой бы ты ни был Философ А с языком Надо поразбираться Потому что Иначе получается Все это Жиждется На вторичной Литературе То есть Весьма сомнительного Характера Да Хорошо Хорошо Математик Это здорово Екатерина Екатерина Включите пожалуйста Микрофон И расскажите про себя Я нигде не учусь Я вот Рисовалась Участвовать в этом Курсе Ну во-первых Для того Чтобы немножко Простимулировать Работу головного мозга Как раз И Как Будущая профилактика Болезни Альцгеймера Скажем так И В целом Конечно Меня больше всего Интересуют Аспекты Философии И Понимания Через санскрит Себя И мироздание Скажем А по образованию Вы кто? По образованию Вообще экономист Изначально Но Самообразование Как бы у меня Много всего разного Еще дополнительно Да То есть Всего по чуть-чуть Как бы Интересно Все системы Удалось Всего понемножку Поизучать Скажем так Ну вот Мы например В прошлом году В этом году Мы закончили Разбор Упанишад Вот Но для этого Конечно Сперва Надо пройти Кочергину Чтобы говорить Об Упанишадах Это надо Хотя бы Пройти Кочергину Вот Это было Интересно Очень интересно Разбирали Упанишады Медленно Медленно Да Что касается Написания Тоже Самих Как бы Самого алфавита Да Написания Самих слов Тоже очень Меня интересует Есть ли там Какая-то Еще Метафорическая Часть Да То есть Каждое Скажем Словосочетание Там буквы Как они Образуются Именно Да То есть Есть связано Это с каким-то Я не знаю Там течением Энергии Куда-то Или если Есть какие-то Еще там Не знаю Метафорические Как вот Истории Как вот В китайском Я не знаю Там какой-нибудь Цапля Пьющая воду Да Чтобы лучше Запомнить Просто Если есть Какие-то Ассоциативные Истории Вот Для запоминания Было бы Неплохо Тоже Хорошо Я понял То что Вы хотите Изначально Это подход Тантрический И о нем Есть несколько Хороших работ На русском языке В частности Значит В Петербурге Есть такой Молодой Исследователь Иванов Такой редкой Фамилии Иванов Значит И значит Вот я могу Снабдить Вас его работами И там Как раз О том Почему Каким частям Тело Соответствуют Разные Звуки И вот Всяким Таким вещам А цаплю Я вам Не обещаю Но Но Уже Можем Поискать Вот Можно Почитать Его Тем более Что если Кому-то Еще Тут Интересна Тантра Это Очень Хорошо По-русски И Понятно Описанные Интереснейшие Явления Мартин Фиревич А вы нам Ее скинете Или вам Нужно написать Чтобы Светлана Ты же знаешь Что я ничего Никому Никогда Не скину Пока Вы В письменной Виде Это Не Напомните Мне Все Я печатаю Тогда Скайп Да Но ты помнишь Что одного Раза Недостаточно Поэтому Помня Все это Выдерживай Паузу Потом Повторяй Вопрос На всякий случай Анастасия Вы кто по образованию Мне кажется Что вы это Не говорили Да Я-то Биофизик Но По Пробыв В лаборатории Ницитологии Сколько Два года Я поняла Что это Не мое Вот Но потом У меня была Своя типография Пять лет Я как Проклятый Пахарь С утра до ночи Печатала Макулатуру Книжки Там Всякая Сгорела Напрочь Сгорела Так Что Ну просто Сложностей Было Очень много И с бандитами Там Вообще Ваша история Напоминает Историю Другого Моего Ученика Который Тоже Взял Типографию Понял Насколько Это Убыточное Дело И остался С долгами По сей день Нет Долгов Нет Как бы Но Я просто На тот момент Поняла Что Все Я больше не хочу Я ушла В дизайн В глухой Просто На фриланс И Занялась Ну Вернее Продолжила Поскольку Это Эзотерика У меня 12 лет И Продолжила Очень Активно Заниматься Всякими Медитациями Семинарами Ретритами Вот Но На сегодняшний Момент У меня Что-то Какое-то Непрерывное Обучение У меня Параллельно Идет 3-4 курса Все время Сейчас Активна Астрология Прямо Вообще Кроме Астрологии Что Ну Вот Я Недавно Закончила Курс По Вышивке Любвинильским Крычком Кахим Кахим Ой Я знаю Что это такое Анастасия Вот Например Такие штуки Мама родная Ага Короче Всякими Там Пайетками Бисером Прочем Вот Такой ерундой Ага Ну Вот Там Стоит У меня Крестиком Работы Я начала Долгосрочная Ну У нас Тоже Понимаете Кружок По Вышиванию У нас Тоже Кружок По Вышиванию Ну Вот По Бизнесу Год У меня Недавно Закончился Курс Потом Год По Психологии Артемьева Вот Аркану Может Если Знаете У них Очень Много Разных Курсов И Вот Тоже Несколько Курсов Я Закончила Сейчас У меня Хорошо Долгосрочная Миньи Вид Джайотари Что Литантра Называется Там Тоже Ничего Непонятно То есть Там Такой Перевод В котором Вообще Ничего Непонятно То есть Нет Сути Как Ты Читаешь Текст А он Набор Слов Да Это Просто Набор Слов Ну И Я Не знаю Может К тому Моменту Когда Я Переведу Какую-то Часть Текста Я пойму Что Это Вообще Не то Что Мне Было Нужно Да Но Сперва Надо Перевести Я Понял То есть Можно Попробовать Я Не знаю Пока Я Сейчас Пока Порешила Что Ну А что Вот У меня Например Есть Целая Стопка Карточек Уже написанных Этих Бук Да Там Периодически Я их Смотрю Худо Бедно Почему То есть Вы еще И в карты Играете То есть Еще И азартный Игрок Нет Это Не карты Это Карточки С написанными К словами Я просто Куча Здесь Карточек Я Сейчас Слют Не стыжу Какой Из них Короб В общем На каждой Карточке У меня Буква А я Иногда Вот так Вот Просматриваю Я сделаю Визуальный Вот Ну то есть Как бы Мне нравится писать Ну рукой Писать И я Там Стенографию Пишу Вот Ну короче Ваша рука Будет довольна Санскритом Да И мне Я подумала Ну давайте Попробуем А что Чем черт не шутит Что в этом Такого Да Что в этом Такого Вдруг Это Ну не знаю Захватит Есть только Один способ Узнать Попробовать Я согласен Согласен Хорошо Оля Ну можно Поупираться Там Не знаю Месяца три Потом уже Решиться Дальше Что куда Надо попробовать Чтобы понять Надо попробовать Я согласен Это как детям Спрашивать А нравится ли тебе Он еще Даже толком Не распробовал Вкус А ему уже Спрашивает Нравится Не нравится Он откуда Может знать Если он еще Ничего не видел Поэтому тут Надо Подержать Руки Чтобы сказать Оно Не оно Почувствовать Ольга Скажите Попробуем С вами Включить Голос И Сергей То же самое Да Ольга Вы с каким Образованием К нам пришли У меня Экономическое Образование Ну В общем-то Я особо И не работала У меня экономика И бухучет И Не сложилось С бухгалтерией У меня А с чем Сложилось Сложилось С чем Ну Я не совсем Вписываюсь В вашу Компанию В общем Практически Свою осознанную жизнь Я проработала В казино Но Почему же нет Я вам Расскажу Вы знаете Крупье Крупье Или кто Крупье Ну я Крупье И Начинала я Конечно С крупье И Инспектор Ну это все Как бы Одна кухня И менеджером И битбоссом Ну в общем Всегда В зависимости От казино И места И какая страна Я вам скажу Так Оля Что Моя теща Которая по образованию Биохимик Значит Она Значит Она говорит Вот В общем Она была не против Казино Я к тому Что в смысле Если я Кажусь вам Сухим И узким Все на самом деле Не совсем так Я люблю Громать Но я люблю И жизнь Поэтому В данном случае Действительно Непривычно Но Вполне Нет Как бы Я не показалась Вам Сухой И узкой Ну Будем Будем Макать В Как бы В грамматику И Как бы Напитывать Влагой Животворящей Хорошо Казино Нет Это конечно Что-то с чем-то Это почти Так же Хорошо Как Ежи И Ужи Хорошо Понятно Понятно Так Значит У нас Есть Так Сергей Есть ли у тебя Голос Есть Голос Я тут Смотри Он еще разговаривает Расскажи Пожалуйста Про себя Не только Кассивно Но и Общики И Камера У меня Тоже Есть Камера Есть Не Верю Всем привет Вот По образованию Я психолог То есть У меня первое Образование Я закончил Колледж Это была Санэпидемстанция После чего Я решил Что это Вообще Не мое То есть Мне больше Нравится Само сознание Само понимание Человека Я ушел в другую Деятельность В психологию Вот И сам В данный момент Работаю психологом То есть У меня Клиенты Люди То есть Мы работаем Отрабатываем блоки Зажимы С физическим миром Я уже где-то Тесно связан Лет 12 То есть Багавадгиту В доле поперек 12-15 лет Перечитывал То есть Жил в Ашами Брамачаряшами Около трех лет То есть Ну В общем Санскритом У меня были Такие Как бы Как сказать Отношения Через русскую Кириллицу Опосредованные Опосредованные Да-да-да Все верно Вот И Я пришел к пониманию Что Сам перевод Я читал Багавадгиту И В восьмавском Переводе И в переводе Шанкрачари То есть Я стал наблюдать То что Чем Больше я вижу Разных переводов Тем не вижу Отличия одного писания То есть Каждый переводчик Вносит что-то свое И Сама концепция делится И у меня внутренне Уже несколько лет Созревает желание А как оно звучит На оригинале То есть Как То есть Не сильно ли оно искажено Переведя Санскрит на английский С английского на русский И то есть Вот Что это вообще такое Что я вообще читаю Ну то есть Если Борис Гребенщиков Смог То чем я хуже Называется Да-да-да-да Все верно Вот Поэтому для меня Санскрит Это как Бешеная Интеллектуальная Потребность То есть Я вот чувствую Что мой интеллект Удовлетворится То есть Он получится Вот этот вот Он будет Полностью И без остатка Удовлетворен Это я тебе Обещаю Это самое важное Потому что Что я не читаю Мне не хватает Как будто Мне нужно Три-четыре часа Читать Чтобы вот Чтобы начитаться Я тебе обещаю Одной шлоки Тебе хватит Чтобы насытиться Ну вот Если мой Агний Будет удовлетворен Я буду просто Жрать все Что вы дадите Понимаешь Я же сам Я же сам горю Да Я же сам Я Раджиосический Понимаешь Поэтому Я тебя понимаю И я тебе говорю Твой интеллектуальный голод Ты будешь просить Иногда Чтобы было Чтобы устраивались Голодания Потому что Попаститься чуть-чуть Да Ну в общем Если так Немножко копну Чуть-чуть Символила Буквально Несколько дней назад Когда был Панда Факадыш Я решил его Очень сильно выдержать И Буквально ночь Уже когда пересыхала Мне такое Мини-видение Такое приснилось Что видел Богиня Кали Короче Она мне просто берет Такое ожерелье Из черепов И говорит Лови И все И меня просто перевернуло Я нахожу вас И сразу Вот Включаясь Значит Кали У меня есть ученица Ее зовут Христина Она Она очень любит Эту все Бхайравскую тематику Вот Да Совершенно Люди И в этом Конечно Красота Значит Что хотел сказать Я В 13 лет Перечитал Всю Кришнаитскую Литературу Поэтому я представляю О чем ты Примерно говоришь Вот Все Я все Перечитал И мне было 13 лет Поэтому Конечно Гита Гита Только на санскрите Только на санскрите На Гиту Написано Тысяча Комментариев Тысяча Тысяча Комментариев Написано На Гиту И ни один Комментарий Не приблизит вас К Гите Ни на Йоту С этим С этим С этим я согласен Потому что Каждый комментатор Он Ну со временем Когда ты Бага-Гиту Читаешь Много раз Ты видишь Что каждый Комментатор Он тянет Какую-то Свою Лямку То есть Относительно Каких-то Его действий Его Социума Там Ну и Это прям Так становится Неприятно Я в какой-то момент Даже Просто на все Эти комментарии Забил И вот Чисто читал Так я тебе и говорю Что если ты поймешь Ты и так поймешь А комментарий Тебе не помощник Это настолько Интимная вещь Настолько Бага-Гита Настолько Интимная Что Тут Тебе Ну в общем Мой опыт Приближение К Бага-Гавадгите Он говорит о том Что Все эти комментарии Они Немногого стоят А вот Личное прочтение Шлоки Дает больше Согласен Но я буду Непременно Стараться Учиться И понять Что вы говорите Что практически Чего-то Более похожему К этому Ну да Это именно вопрос Такого Постоянного Достигания Никогда Не достижения Но постоянного Достигания Да Быть в потоке В процессе В процессе Как бы Понимание Постижения Оно бесконечное Но ты пока В нем Находишься От того Что я говорю Что вы никогда Не овладеете Санскритом Не означает Что не надо Пытаться им Овладеть Потому что Во время Пытания Овладеть Вы хотя бы Устанете Настолько Чтобы отдаться Ему А так У вас Много Дурных сил Их надо Потратить Вот Когда вы Их потратите Эти силы Тогда у Санскрита Появится Место В вашей голове Сейчас Ваша Голова Забита Всякой Чепухой И там Для санскрита Места Нет Сперва Придется Освободить Место Вот И пожалуй Все Что я вам Сегодня Хотел сказать А можно Такой вопрос На следующее Занятие Вы сказали Что нужно Четыре ручки Какого цвета Должны быть Точки Только не черные Ну то есть Голубые Например То есть Четыре разные Там Красные Зеленые Нет Ты можешь Одинаковые Просто Ты их будешь Исписывать Так быстро Я Зачал переход От одной ручки К другой Все 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 Понял Тем более Сейчас Чума Купить Что-либо Сложно Поэтому Лучше Сразу Купить Четыре Одинаковых Или Последние Да Я просто Хотела Технический Вопрос Вот Учиться Красиво Правильно Писать Лучше Шариковой Ручкой Или Гелевой Например Гелевой Лучше Значит Японская Ручка Я вам подскажу Какой Если вы хотите Прям красиво Красиво Японские Ручки Но Они Чернильные Или Шариковые Чернильные Чернильные Японские Чернильные Ручки Если вы хотите Прям красиво Каллиграфией Заниматься Это Капиллярные Да Такие Для Как Типа Для Рисования Да Я затрудняюсь Сказать Что вы Называете Капиллярными Поэтому Я боюсь Что-либо Отвечать Нет Она Наверное Наоборот С пером Тупой Конец Такой Тупой Да Ну Перо Как бы Под срезом Ну да Ну типа Наподобие Того Что у розы Только Вот этот Острый Кончик Срезан Ага Или просто А Или как Перо Да Это как Перо Только Не обычное Перо А перо Наоборот Это Отдельная Тема Она Тоже Описана Мною Такие Ручки Можно Купить В Великобритании Значит Вместе Даже С доставкой А они Стоят Вместе Даже С доставкой Дешевле Чем Здесь В Потому Что Здесь Они просто Золотые А там Можно Скинуться И Заказать И там У них Чернила Бесконечные А здесь Чернила Заканчивается За Четыре Пресеста Сначала Страшно Потом Присмотришься Оказывается Что В Великобритании Проще Купить Хорошие Приборы Для Художника И Дешевле Чем Здесь В Москве Например И Дешевле И Проще У У меня Есть Ученик Евгений Из Петербурга Он Как раз На этом Собаку Сел Он Знает Все Про Все Ручки И Все Конкретные Наименования У Какой Фирмы Какую Ручку Можно Брать С Чернилами Которые Не Выцветают С Архивными Чернилами А что Можно Почитать Вот На Эту Тему В Плане Красивой Каллиграфии Деванагари Да Пожалуй Только На Английском Могу Дать Тебе Книгу Можно Да На Русском Пока Еще Нету Свою Книгу Деванагари Я Еще Не Дописал На Английском Кое Что Есть Но Тоже Немного Каллиграфия Деванагари Весьма Плохо Задокументирована О Прекрасно Значит Это Новизна Есть В этом Новизна Однозна Мне Нравится Новизна Однозна Очень Плохо Задокументирована У 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 Когда Будете Вы Кидайте В Общую Группу А я Всегда Кидаю Только Общую Хорошо Вопросы Вопросы Группового Характера Лично Мне Не Пишите Пишите Их В Групповой Чат Если Можете В Контакте Если В Контакте По Причине Не Работает Тогда В Скайпе Но Только В Групповом Чате Я Частным Образом Каждому По Групповым Вопросам Отвечать Не Стану Хорошо Это Просто Сейчас Зацепило Что Вы Сказали Розе Я Тебе Дам Поэтому Я Попросила Понятно Вы Испугались Что Вам Не Дойдет Нет У 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 Группы Есть Общий Чат Учеников Есть Общая Публичная Группа В Контакте Фейсбуке И Для Самых Самых Сложных Вопросов Есть Гугл Группа Например Вы Хотите Узнать Что Означает Слово Дхарма В Четвертом Веке До Нашей Эры И На Такой Вопрос Я Не Буду Вам Отвечать Лично В Перемиске Потому Что Это Означало Что Мне надо Было Остановить Все Свои Процессы Сесть За Все Справочники И Заниматься Только Вами Два Часа Подряд Вот На Такие Глобальные Вопросы У нас Есть Отдельная Группа Она Да Этимология Слов Она Уже Изучена Досконально В Санскрике Этимология Слов Изучена Средние Ну Скорее Лучше Чем Плохо Получается Не нарушать Авторские Права Это Очень Редко И я Дорожу Этими Моментами Если Других Вопросов Нету До Свидания До 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 До